Буря прошла, наваляло тополя, березы. И вот тут распиливают прямо в деревне фактически. Вот братья тут колют. Но тополь прямой, а березы показывают как колоть в интернете. Раскали попробуй, когда она кривая, свечковатая. Вот это однако, я подойду к березе, береза свалила. С той стороны зайдешь, то у меня трясется, невыгодно держать меня. Посмотри, вроде бы идет. Идет? Да. Вот береза. Стояла береза и стояла. А сколько она? Раз, два, три, четыре. Ну, девяносто шесть сантиметров в диаметре. А какая огромная, это не хватит всех. И вот кора ее отлетела. Кора! Вот если рука моя здесь, вот смотрите, теперь сравнивай. Какая кора. И вот внутри оказалась трухля. И она, ветер-то как разыгрался, ее повалила. Вон выдрала все в корни, оборвала. Но она наклонилась. Наклонилась, за ее рухнула. Тут ее истилили. Она не желез, бабушка была. Вот она что. А как вы береза рубите? Нет. Ее не надо рубить. Вот она, она сама свалилась. Так это она полностью нутро такое. Вот она такое. Ну, что тут не понятно. Это трухля. Вот она, смотри. Там зверь какой-нибудь поселится. Жить будет. Полностью нутра нету. И вон она пошла, куда упала. И батюшка ее расцелил, отец Аким. Посмотри. И вот показывают в интернете, как полоть. Вот как колоть. Там нож такой идет. Я вот вам покажу, ребята. Вот эту очурку раскалитель. Посмотри в ней какая идет. Я еще раз говорю, ребята. Вы инструменты разные изобретайте. Как колоть. Научите, как колоть. Вот она где. Вот. Ребята, научите, как правильно колоть. Вот она. Раскали, попробуй ее. Ну, это помельче. Или вот она лежит. Еще немножко. Вот она. Она застрянет моя. Это аппаратура там. Нож или что. Или вот она лежит. Раз, два, три. Огромные сучки. Там все перевито вот так вот. Вот она лежит. Гляди. Какая капа у нее. Ее срезать надо. Вот она лежит. Это сильнейшая вещь. Поделки разные делают. Вот даже вы видите, как она скручена. Это нож идет. Полено. Отваливается. Да на кого это рассчитано. Это сосновый. Прямой. Без сучков. Там еще. А ты вот эту вот помотай руками. Вот она. Посчитай, куда идет. С какой стороны. Ее не оторвешь. Она, как кость. Кость считается. Вот она все. Видишь, куда накатались. Гриб вырос. А? Гриб вырос даже. Видишь, как гриб вырос. Вот. Да. Действительно. Ну, если расколят братья. Батюшка их, я не знаю, попросил или нанял. Как. Видишь, они колят тут. А там пойдем-ка дальше. Там погибли. Такая. Тут интересный случай был. Жил тут недалеко один человек в каком-то селе в некоем царстве, в некотором государстве. Ну, и нашелся человек, который нарушал седьмую заповедь. И он ходил через лес туда, когда хозяина дома нету. И что интересно, все березы, все посохло, как будто кто их облил. Что удивительно. Этой тропинкой шел, и все деревья засыхали от стыда. Деревья. Притом не старые совсем. Я после стал показывать. Посмотри, вот. Вот он, тополя какие здесь. Это аллея. Поезд сажал. Я не знаю, может, и с ней не сажал. А вот там, посмотри, какая. Видишь, где она. Посмотри, как его разукрасила, эта буря-то была, обломала. Это только в одном месте, в одном. А теперь вон она отломила где. Погляди, как она нависнет, и какая тяжесть. Вон она куда идет. Ее только там пилить надо, и чтобы она упала. Упала здесь. Вон она какая. И тот тоже, вон, его обломила. Вокруг тополя. Если вон тот, он большой, грохнется, вон тот. Мы не знаем, что с ним делать. Постепенно у него отпиливать, и отпиливать сучки. Может быть, это кто-то бы и сумел на аэростате подняться туда. А вот она, гляди. Вот оно дерево, ни одного пища нет. Посмотри. Почему оно высоко? Оно намного моложе того дерева. И это в том месте, где мы были, там такая беда была. Именно так вот, как просека. Деревья молодые, вот она береза стоит, она красавица. Это вон какая. Это наш пруд. И все посохло. Вот здесь вот мы сколько раз уже приноравливались. Как свалить его, чтобы не на пардопроса свалить, это не трудно. Но он упадет туда. Большие сучки на ту сторону. Если бы ветер дул все время с той стороны, а вверху бы затянуть сюда и тянуть проволокой или канатом, а там бы внутрь его поставить домкрат, мы бы думали так, о том, к бульдозерам его толкнуть, но вообще-то, тогда бы он грохнулся сюда. Ну куда идти? Вон туда дальше надо идти. Вот этот тополь, самый страшный у нас вот растет. Да. Где-то в стороне растут, вон тебе. Там если упадет, может, нет никакого. Что, упарился? Просто провода положить на землю, да уронить его, распилить, снова натянуть провода. Как ты их положишь в провода, когда это кабель идет? Кабель положить. Кабель, кабель, он непрерываемый. Кабель. Как непрерываемый? Никак. Провода положить на землю. Это все не просто их положить на землю. Нет. Отключить надо будет, а потом, как я говорю, где-то вон там, вон, зацепить его шестеркой, проволокой и трактором сюда тащить. Вот такой длинный трос должен быть или проволока, шестерка, не меньше. Ну а там внутри, вот здесь отпилить с этой стороны треугольником, а стоит отпилить, поставить домкрат и домкратом его наклонять. Внутрь дерева, видел, как делает? А Роман так делает. Выпиливает для него там нишу, ставит домкрат, и видел? Ну, Роман делал. А Роман это все делает. И там какие-то поля, вон, рядом с этими, с глушковыми. Я же снимал. На маленько в сторонку отклоненные где. Этой игры никакой нет. Вот эти тополевые-то они легче колются. Легче. Не такие уже осень. А сегодня у нас что, привезли щебенку. Вместо четырех две машины. Две. Все. Я дорогу перекрыл, вверху ездить нельзя. Вдруг говорят, больше нету. Щебенка кончилась на станции Ребриха. Все, нету. Еще хочешь, то и делать, что хочешь. А что делать? Ничего нельзя делать. Только, Господи, устрои как тебе угодно. Сейчас Алексей узнает, как в Мамонтово есть или нет. А в Мамонтово там дороже будет. Больше тысячи тонн. Вот и все. Вот сегодня только я заплатил 36 тысяч. Сегодня за две машины. Все. Все на этом. Давай мою машинку. Потом пойдите там, крыжовник поешьте. Я поел.